Наплыв людей, молодёжи именно с новыми проблемами, которые раньше не встречались, он велик. Может быть, потому что раньше не встречались эти возможности для греха. Сегодня мы имеем огромное количество тончайших искушений, которых раньше, может быть, даже не было близко, знакомо нам. Поэтому наша молитва сегодня будет касаться и этой категории людей. Но я хотел бы все эти три пункта как-то очень коротко осветить. Первый пункт у нас о духовном пробуждении молодёжи и пребывании в страхе Божьем. Откровение 3.20. «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Когда мы говорим о пробуждении, естественно, мы не имеем в виду определённую категорию молодёжи, там от 13 лет до 25. Это невозможно. Мы не можем призывать пробуждению людей по возрастным категориям. Мы говорим о пробуждении для всей церкви, потому что мы взаимосвязаны. Родители, дети, внуки. Невозможно, чтобы кто-то пробудился, а кто-то остался спать. Но мы сейчас обращаемся к молодёжи. И если кто слушает по интернету, кто смотрит, я хотел бы обратиться тоже к молодёжи. Бог говорит по-разному. В одном случае, вот мы читаем, Он стучит в ваше сердце. Мы, когда спим, и родители заходили, помните, в двери стучали. Пора в школу, пора вставать. И когда дети не хотят даже вставать, а им хочется спать, что делают родители? Они сильнее стучат. И чем громче этот звук, удары в дверь, тем тяжелее оставаться в спящем положении. Господь говорит, что Он стучит. Может быть, для вас это какая-то проповедь. Может быть, это материнские призывы или отцовское наставление, которое повторяется столь часто. И вы уже устали от этих фраз. И нового вам уже никто ничего не говорит. Вы просто слышите, как стук одно и то же. Но именно эти слова, дай Господь, чтобы однажды и стука превратились в энергию для действия, чтобы вы встали из этой теплой постели. Бог говорит по-разному, иногда нежно. Вы знаете, как ангел подошел к Ильи, когда он уснул под можжевеловым кустом. Там написано, что ангел коснулся его. И он встал. И он увидел еду. В следующий раз опять ангел коснулся. Некоторые, такая спячка духовная, она вот-вот остается только прикоснуться. Они очень чутко спят, люди, прикоснувшись, уже ты просыпаешься. У некоторых сон настолько крепок, что этого прикосновения недостаточно. Вы помните, когда Петр в цепях заснул в тюрьме, в темнице, ангел там написано, не прикоснулся к нему, а что сделал? Он толкнул в бок. Вот эти толчки в бок, они очень больничие, братья и сестры. Кто занимался спортом, вы знаете, что это наиболее незащищенные места наши. И когда ангел толкает тебя в бок, ты проснешься в любом случае, как бы ты крепко не спал. Сегодня, молодежь, когда вы слышите, или в вашей жизни происходят моменты, какие-то аварии, потери, потери ваших друзей, это толчки в бок. Это желание пробудить, чтобы вы остановились, пробудились, открыли глаза. Иногда Господь по-другому пробуждает нас. Вы помните, 10 дев уснули, и они спали крепким сном. Как они разбудили, как они проснулись? Услышали крик какой? Громкий крик. Был крик, что в полночь раздался крик, вот жених идет. Для кого-то нужен такой крик. И может быть в жизни у вас беда какая-то случается. Это крик, вы теряете работу, может быть заболеваете чем-то, может быть ложат в окна постель. Это крик небес, что пора проснуться. И мы будем молиться о том, чтобы Господь дал слух и открыл уши, когда Он прикасается, когда Он толкает в бок, когда Он стучит в дверь, когда Он кричит, чтобы была реакция. Во-вторых, мы будем молиться о том, чтобы молодежь была свободна, павших в зависимость, наркотики, алкоголь. Я хочу вам сказать, что беда сегодняшних церквей – это не молодежь, которая впала в алкоголизм, а это среднее поколение от 30 до 50 лет, которые впадают в такие грехи, и молодежь, глядя на них, говорит, а почему нам не можно? Почему это мы должны пробудиться, не делать, а они могут? И основная беда заключается… Это мое мнение, вы можете не согласиться, но у нас есть масса примеров именно такого среднего возраста, которые должны были бы помочь, но они соблазняют. Но это не освобождает от ответственности молодого человека, абсолютно. Как это происходит? Эти зависимости мы уже устали слышать. Реабилитационные центры, за реабилитационными центрами мы встречаемся, мы молимся. У нас круглосуточная молитва. Братья собираются каждый час, каждый час. Мы недавно с молодежью 24 дня круглосуточно, 24 дня круглосуточно, каждый час, день и ночь молились. О молодежи, которая попала в эти сети. Здесь есть своя технология, как это работает. И молодежь должна сегодня знать об этом. Притчи, 1 глава с 10 до 16 стиха. «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся». Слово «склонять» означает уговаривать, убеждать, обманывать и обольщать. И сегодня вы включаете телевидение, слушаете радио, везде эта попытка вас склонить, вас уговорить, вас убедить. Бесконечные рекламные щиты, которые звучат так «попробуй». Друзья, которые предлагают «попробуй». Никто силой не открывает рот, никто силой эту сигарету не вставляет. Предлагают. И Библия говорит, «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить тебе, говорить, иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины». Смотрите, что они обещают. «Живых проглотим их, как преисподняя, и целых, как нисходящих могилу. Наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы наши добычей. Жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас». Какие обещания? И человек попадается на этот крючок, ему говорят, «Ты не будешь работать. Достаточно продать несколько грамм этой гадости. И ты заработаешь больше, чем твой батя, который пашет месяцами. Купил, продал, купил, продал. И не бойся». Я когда одному наркоману, который продает, продавал, сказал одну вещь. «За то, что ты сам попал на этот крючок, это твои проблемы, тебе придется оттуда выпытываться. Но за те слезы матерей, за тех детей, которых ты посадил на это, за эти слезы родителей, ты будешь отвечать. И очень сурово будешь отвечать. Эти деньги, которых ты собрал, они тебе будут сжечь руки. И оно так и произошло. И он говорил, мне все равно, я их не заставляю, они приходят. Но зато я живу. Сейчас нигде не живет. Ничего не осталось. И ходит в страхе, чтобы от собственной тени боится. Но дьявол наобещал, ты будешь дом твой драгоценными имуществами, все наполним. Нет, Библия говорит, сын мой, 15 стих, не ходи в путь с ними. Удержи ногу твою, отстези их, потому что ноги их бегут козлу и спешат на пролитие крови. Сколько текст месячей я получаю, просит, помолитесь, помолитесь, пожалуйста. Вы знаете, что меня пугает? Отсутствие желания сопротивляться молодежи. То, что они попали туда, это еще полбеды. И убивает то, что нет желания вырываться оттуда. И возлагается на молитву служителей, мама с папой помолитесь, а я буду ждать, когда совершится какое-то чудо, и мне опротивит этот грех. Не будет такого. Смотрите, что Библия говорит. Сын мой, если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих. Сделай же, сын мой, вот что, и избавь себя. Так как ты попался в руки ближнего твоего, пойди, пойди к ногам и умоляй ближнего твоего. Не давай сна глазам твоим и дремания веждам твоим. Спасайся, как серна из руки и как птица из руки птицелова. И это только если человек сказал слово, а потом пожалел. И слово Божие говорит, ты уже связан. И речь здесь не идет об алкоголизме, наркомании, интернете, порнографии. Речь идет о каком-то слове. И Господь говорит через Соломона, ты все брось, не спи, но иди вырывайся. Вырывайся оттуда, как птица. Вы знаете, если вы поймали птицу, эта птица не собирается спокойно входить в клетку вашу. Эта птица сопротивляется. Любое животное, которое попадает в сеть, сопротивляется до последнего. Почему мы? Почему ты, дорогой молодой человек, ты просто оплакиваешь свою участь, плачешь где-то, но абсолютно безволен. Почему ты так быстро сдаешь позиции? У тебя есть Бог, у тебя есть Слово Божие, у тебя есть обетование Божие, у тебя есть церковь, у тебя есть друзья. Почему так быстро ты сдаешься? Пусть Бог благословит наших молодых друзей, братьев, сестер, старших, младших, если они попали в это состояние, чтобы они поступали, как здесь написано, не давай сна глазам твоим, дремания веждам твоим, но спасайся. Господь со своей стороны сделал все. Остается наша сторона, хотя бы не оставаться в пассивности. И последнее. Мы будем молиться о том, чтобы молодежь трудилась по местных церквах. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас. И вы победили лукавого. Я на 1 послание 2,14. Юноши, вы сильны. Действительно они сильны. И реакция, и ум острый, и зрение, и слух. И могут они очень много. Молодежь – это не завтрашний наш день. Молодежь – это сегодняшний наш день. Они выполняют огромную массу работы, и мы о них будем молиться. Но здесь есть одна деталь. Я хотел бы вспомнить, когда Господь явился Гедеону, и он говорит ему такую фразу. Гедеон выколачивал тогда пшеницу в Тачиле, чтобы скрыться от мадьянитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему, Господь с тобой муж сильный. Гедеон сказал ему, Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадьянитян. Господь, воздрев на него, сказал, иди с этой силою твоею и спаси Израиля от руки мадьянитян. Я посылаю тебя. Послушайте, Гедеон собрался философствовать с Богом. Гедеон какие-то фразы говорит, задает вопросы, спрашивает, почему так, почему не так, где Господь? А Бог даже не отвечает ему на его вопросы и говорит, у тебя есть сила, и употреби эту силу для освобождения от этого ига. Другими словами, займись делом, у тебя есть сила, юноши, вы сильны. Обидно, когда юноши тратят время и силы на пустые разговоры, на какие-то философские разговоры, бесконечное выяснение отношений, какое богословское учение, правильно или неправильно, без конца. А мадьянитяне царствуют. И пусть Господь благословит каждого молодого человека, ты имеешь силу, и Господь говорит, юноши, вы сильны, но употребите эту силу туда, где Господь оценит, и будьте там, где вы должны быть. И тогда все это, вся эта работа продвинется, и будет победа, и будет радость, и мы не будем больше плакать о тех, которые в наркомании и в блуде. Дело в том, что сильнейшее свидетельство происходит не от служителей, а от молодежи самих. Когда кто-то освобождается, он начинает пробуждать других. И пусть Господь благословит, чтобы наши дети, наша молодежь были свободными, освобожденными и сильными. Аминь. Давайте мы помолимся. Я приглашаю сюда братьев, и мы будем молиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!